День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого в ток-шоу, главная тема. Ожидание и рождение ребёнка, думаю, согласитесь, один из самых прекрасных моментов в жизни каждой семьи. Как подготовиться к этому волнительному периоду, чем живёт семья в ожидании и как меняется семейная жизнь с появлением ребёнка. Родителей в школу сегодня – это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы, заведующая филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, руководитель школы «Успешное родительство» многодетная мама Ольга Сюницына, Ольга Николаевна, рад видеть. Председатель правления общественного объединения «Совет отцов» города Гомеля Сергей Бычков. Сергей, приветствую. Врач-неанатолог Гомельского областного клинического родильного дома, педагог школы молодой матери Людмила Холомеева. Людмила, здравствуйте. И врач-педиатр педиатрического отделения для новорождённых Гомельской областной детской клинической больницы, блогер Ольга Телехович. Ольга, добрый день. У вас будет ребёнок, слышит пара из уст врача. Следующий шаг – большинство семей. Все ли начинают активную подготовку, моральную, материальную, теоретическую, практическую, кому какая необходима? Ольга Николаевна. В той или иной мере, конечно, готовятся все. Только у каждого подготовка своеобразная, да? Она не похожа друг на друга? Своё представление, своя подготовка. Кто-то идёт в школу, кто-то идёт в интернет, кто-то читает книги, кто-то слушает бабушек, дедушек. Ну, а кто-то говорит – это естественный процесс. А вообще много таких, которые действительно уверены в своих силах, все рожали, и у нас получится? Сергей. Ну, да, в общем-то, что у нас получается, да? Если мы более-менее статистику можем привести, то где-то около 500 детей у нас рождаются каждый месяц. Если смотреть, например, на наши папа-школы, да, которой мы занимаемся именно с папами, то вот из 500 детей в месяц у нас проходит порядка 10, да, пап. То есть, ну, можно представить, что это меньше… Родители остальных деток либо уверены в своих силах, либо, возможно, не интересовались и не знали, где же находится папа-мама школы, либо что ещё? Очень многое зависит от самой женщины. То есть она должна понимать, что она не одна, что рядом есть… А если она одна? Уже не одна. Уже не одна. Она уже не одна. То есть у неё есть самое дорогое, что у неё есть. И она должна сделать всё для того, чтобы изменить свой образ жизни, чтобы помочь этому… Пересмотреть питание. Пересмотреть питание, отдых, пересмотреть свою работу, если она там три смены работает, да, то нужно… Чтобы было понятно, чего сыплю вопросами, мне очень хочется взбодрить остальной, значительный на данный момент процент родителей, для того, чтобы тех заставить, подтолкнуть, задуматься. К чему может привести такая халатность, информационного плана халатности? Во-первых, к тому, что не зная, что может произойти, мы все ведь думаем так. Только не со мной. Всё будет хорошо. Всё пройдёт так, как должно быть. Это может привести к лишним движениям, которые не нужны молодой семье, там, или не молодой семье, да. Например, да, обычный простой пример, да, купаем ребёнка, и мы все знаем, да, что есть ванночки пластиковые, мы туда берём ребёночка, наливаем водичку и купаем его, да. Но очень большая часть населения, ещё плюс к этому, ко всему, ребёнка заворачивает в пелёночку и опускает его туда. Зачем? Да, ну потому что так делали бабушки, прабабушки и так далее. Но мы все прекрасно понимаем, что бабушки и прабабушки сделали это потому, что у них были жестяные эти мойки, да, в которых были ржавые штучки, которые нельзя было... Или деревянные, в общем, чтобы не забежать занозы. Да, и поэтому, когда, ну, ребята приходят куда-то в мама школу, папа школу, да, и когда мы говорим об этих вещах, то ребята понимают, что, слушай, нам это не надо, это просто облегчает просто жизнь. Ну, зачем это всё делать и себя нагружать, то есть лишним. А я с Сергеем поспорю, есть молодая мама, молодая папа, они волнуются, есть ребёнок, который считывает эту информацию, он начинает волноваться тоже, что ему предстоит. А предстоит всего лишь купание. И если бабушка говорит, а ты заверни его в пелёнку, чтобы он не раскидывал руками-ногами, чтобы он почувствовал себя защищённым, спокойным, так как он 9 месяцев был в маме в тесном, ребёнок будет себя спокойно вести. И такое поможет. Вы знаете, ну, если это поможет ещё и родителям, чтобы они были спокойны в этот момент, то, наверное, можно и закутать, потому что от спокойствия родителей зависит в том числе спокойствие ребёнка. Ведь так... Ольга Николаевна, Сергей, так с чего стоит начать? Появилась информация в семье, радостная информация, стоит ждать ребёнка. С чего стоит начинать родителям, которые заботятся и о будущем чаде, ну и о себе в том числе? С диалога. С диалога. Ну, с чего обычно начинают? Начинают с интернета, да, это самый простой вариант. Но беда здесь в том, что информации настолько много, то есть, что найти, где же хорошая информация, а где нет, практически нереально, если не знать конкретных людей, конкретных специалистов. Поэтому, на мой взгляд, нужно искать специалистов, вот что самое важное, да, то есть искать вот реально мама школы, да, папа школы, да, которые работают, где можно прийти, послушать тот опыт, который есть на сегодняшний момент, на сегодняшний день. Ведь мы знаем, да, что в течение времени какие-то рекомендации, они становятся чуть другими, да, там, например, возовские кормить до трёх лет, да, сейчас там до двух лет. Ну, то есть разные рекомендации, они меняются, жизнь меняется, потому что, например, даже у меня, дети, да, разница между одним, которому там год, скажем, и через пять лет, это совсем другое. Другая информация, там, другие правила. А сколько, кстати говоря, у вас деток? Трое, 17, 12 и 4. Каким было ожидание первенца? Помните свои ощущения? Ну, конечно, мы долго ждали, вы ждали долго, поэтому было очень хорошим ожиданием. И вот у нас, кстати, да, мы тогда, помню, ходили даже на курсы здесь, нашли курсы, потому что родители далеко, как бы, да, вроде бабушка и бабушки не помогут. Мы жили одни, поэтому мы находили курсы, здесь тогда были курсы, как они даже назывались, не помню, но были. Возрождение. Ну, наверное, да. Мы там что-то ходили, и я могу сказать, что это очень здорово было. Ну, вот как-то про волнение вы не сказали, вот себя, если честно, в учениках сегодняшней папа-школы узнаете? Да. Да, ну, почему? Потому что мне здесь, наверное, немножко проще говорить, потому что ребята к нам приходят чаще всего на папу-школу, устоявшиеся такие, да, средний возраст, 30 лет. То есть это не 20 лет, которым, ну, наверное, еще все равно, то есть, да, так это все будет круто, все здорово, там ребенок родится. Приходят ребята, которые уже, ну, как бы, как-то что-то оценивают, понимают, что они должны что-то уметь знать, как-то по-другому, более, может быть, ответственно относиться к жизни. Вот, поэтому у нас, вот поэтому и здорово. Ольга Николаевна, у вас четверо детей, здесь должны быть отдельные аплодисменты. Так, может быть, та самая уверенность приходит с опытом, а если, ко всему прочему, ты имеешь медицинское образование, то сам себе прекрасный советчик, как быть другим молодым родителем? Александр, вы все перевернули с головы на ногу. С первым ребенком я ни в какие школы не ходила, я же врач, я педиатр, я все знаю, я все справлюсь, да. Я знала про эту школу, но то время не нашла, как и многие родители сейчас, то занималась более важными делами, а потом появился ребенок. И я, отработав до этого в отделении новорожденных, своего ребенка не смогла запеленать. Он вылазил, она вылазила из пеленок. Она не так себя вела, как детки в отделении. И я поняла, что не хватает знаний. Не все так просто, как нам кажется. И с каждым последующим ребенком я продолжаю читать, читать, искать информацию. И даже сейчас? Да, конечно. Вот, кстати говоря, про информацию. Раньше все мы жаловались на ее недостаток. Наверное, большая часть присутствующих в студии воспитана на одной и той же книге. Правда? А вот сегодня проблем с этим, кажется, нет. Любой вопрос, ответ, как минимум, в интернете, этот переизбыток информации, это плюс или все-таки минус, Людмила? Мне кажется, что это минус. Потому что даже я, пусть у меня не такой большой опыт работы, но иногда мне, чтобы что-то почитать, ну, очень долго нужно фильтровать ту информацию, которая есть в интернете. То есть нужно искать достоверные источники, использовать доказательную медицину. То есть это очень сложный и очень долгий процесс. Кто-то считает, что ребенка не нужно приучать к рукам. Пусть он лежит в кроватке и кричит. 15-20 минут. Да. Мама говорит, он так кричал, что даже его вырвало. Ну, вот это уже ненормально. Существует доказательная медицина, существуют достоверные методы, которые говорят, что стресс, лишний стресс новорожденному ребенку совершенно не нужен. И это приводит к необратимым изменениям в его центральной нервной системе. И потом такая реакция на стресс, которая закладывается в младенчестве, она будет потом всю жизнь. В библиотеке сегодня, скажем откровенно, ходит не такое большое количество людей. Вижу у вас книги. Вы за книги. Да, я приношу книги с собой. Книги тоже бывают разные. Книги тоже бывают разные. Совсем запутали. Куда тогда идти? В книги. Книги, которые... Которые советуют специалисты. Специалисты, да. Все выросли, действительно, не одно поколение выросло на книгах Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним». Но мало кто знает, что теория потерпела крах. Бенджамин Спок умер в одиночестве, его дети не пришли даже на его похороны. У него не сложились отношения со своими детьми. Жизнь по распорядку не приводит к ничему хорошему, что есть другие методы. Есть очень интересные книги. Ну, самые, наверное, полезные. Я принесла показать. Вы можете посоветовать пару-тройку? Я не скажу, что все, что здесь написано, это абсолютно истина. Но вот интересные книжки для тех, кто не любит читать. Здесь можно посмотреть картинки. Здесь показано, какие вещи нужны. Как детскую сделать безопасной. Как простейшие игры организовать, питание. Все очень кратко. Для современных мам и пап. Для современных мам и пап. Есть такие книжки и для мам, и для пап. Мне очень нравится психолог, очень грамотный психолог Марина Мелия. Ну, одна из таких интересных книг. Главный секрет первого года жизни. Ребенок вырастет. Но как вырастет? Насколько устойчив он будет к жизни? Как может быть одной улыбкой мама исправит какую-то ситуацию? Очень интересная книга. Очень серьезная литература. Как любовь формирует мозг ребенка. Но это уже уровень доказательной медицины. Это серьезное исследование. В интернете ее тоже можно почитать, но за большие деньги. Ну, и, наверное, такая книга с пометкой бестселлер – это грудное вскармливание. Это то, что раньше умела каждая женщина, сейчас произошел разрыв поколений. Ольга Петровна, как вы пришли к созданию собственного YouTube-канала? Вы, как врач-педиатр, поняли в какой-то момент, что ваши пациенты ушли в интернет и отправились за ними? Да, я поняла, что я не справляюсь. Постоянно поступают одни и те же вопросы – как ухаживать за ребенком, как купать, как кормить, как должен развиваться ребенок. И я решила объединиться, чтобы сделать свой канал и показать своим, именно, нескольким родителям сразу, как ухаживать за ребенком и что делать, если в семье появился ребенок. Сначала я думала, что у меня ничего не получится, потому что, думала, меня не услышат, информации очень много. Читать никто не считает. Я, ну вот, из палаты в палату приходишь, у всех интернет, у всех телефоны, ноутбуки, планшеты. И тогда я решила, что все-таки вот именно так я могу достучаться до своих родителей. Сегодня у вас более 15 тысяч подписчиков. Да. Немало уж точно. Немало. Немало. Это только жители Гомеля и области? Нет, уже каналу полтора года. И здесь у нас, скажем так, в гостях у меня на канале, это жители России, Украины, Белоруссии, Казахстана. А также встречаются и люди с дальнего зарубежья. То есть там, где есть русскоязычные женщины, которые интересуются, они задают мне вопросы. Они даже подсказывают мне темы для моих будущих видео. И если провести аналитику, то больше всего пишут из соседней Украины, чуть меньше из России и совсем мало из Белоруссии. С чем это связано? Как думаете? Ну, из Белоруссии почему мало? Потому что я считаю, что у нас медицинская помощь для детей доступна. Мы в любое время можем позвонить, вызвать доктора, мы можем пригласить, вызвать скорую помощь, съездить в поликлинику, обратиться в стационар. То есть у нас помощь для детей доступна. Что касается Украины, то, возможно, это связано с теперешней ситуацией в Украине. Очень много людей пишет из Казахстана. Причем очень много многодетных. А часто ли вас просят дать совет по выбору роддома или уже к определенному периоду, к определенному сроку семья точно уверена, что будет рожать именно здесь? Ну, как правило, конечно, все это подходит уже ближе после середины срока. Пара задумывается. У нас выбора, к сожалению, ну, три роддома в нашем городе. Которая, как я понимаю, чаще всего женщины попадают по месту жительства. По месту жительства не всегда это происходит по их желанию. Но есть платные услуги. Конечно же, каждый кулик хвалит свое болото. Я буду рассказывать, что наш гомельский областной роддом, он самый лучший в городе. Но когда у меня спрашивают совета, где рожать, я всегда говорю одну и ту же фразу абсолютно всем. Где бы вы не рожали, за границей, в городе Гомеле, в Минске, где угодно, рожает женщина. С какой бы сменой, с высококвалифицированным персоналом, рядом с мужем, с мамой. Роды это настолько непредсказуемый процесс, что все может пойти совершенно не так, как вы запрограммировали. Запланировать это, к сожалению, не всегда возможно. Поэтому надо идти настроенный на роду, а уже где рожать. А вот здесь самое интересное, наверное, вопросы от родителей в ожидании. Какие самые распространенные, буквально несколько, и какие самые необычные, Сергей и Ольга? Очень часто поднимаются вопросы местных родов. Регулярно. Например, когда мы начинали папу школу в 2009 году, таких вопросов практически не было. Но они набирают ход и популярность. Рожать стоит, не стоит. Вопрос от мамы, нужно ли мне мужа звать. Вопрос от мужа, нужно ли мне вообще туда идти. Что советуете? Это очень частый вопрос. Совет очень простой. Нужно все делать так, чтобы было комфортно для обоих. Вот если кто-то не хочет, значит, не нужно. Это не такой важный вопрос. Но с другой стороны, у нас практически в каждой группе 2-3 человека на совместных родах. И те, кто был, я не слышал ни одного негативного отзыва. Вообще ни одного. Ольга Николаевна, познакомьте нас с Павликом, который сегодня слушает наш разговор на протяжении всего эфира. Ну, он не совсем слушает. Он еще не слышит. Это кукла. Это кукла Риборн. Я, занимаясь с беременными, поняла, что когда мы занимаемся с простой куклой, многие не понимают ответственности момента. Эта кукла не держит голову, как и новорожденный. То есть, переодевая Павлика, ему надо постоянно придерживать головку. Он весит 2,5 килограмма, то есть он тяжеленький, как ребеночек. То есть это практически приближенная копия новорожденного. Да, очень близко. Гораздо ближе, чем просто кукла. Павлику сегодня тепло в студии, я уверен, это важно для малышей. Хотя тоже в меру, наверное. Да, это лишнее. Это специально рассказать, что это не надо. А, хорошо, расскажите. Очень даже интересно. В помещении, конечно, ребенку не нужна шапка. Ох, а вот тут такие волосики. Я не очень люблю эти царапки. Это почему? Ну, скажем так, любая лишняя вещь в доме, это любая лишняя забота. Потерянная вещь в доме, это досада. Царапки теряются точно так же, как носки. И забиваются иногда в стиральную машину. Это не нужно. Пальчики ребенка приятно видеть, приятно трогать. Так что же оказывается самым сложным в процессе подготовки будущих мам и пап, для того, чтобы в этом разобраться и на примере показать, приглашаю в центр студии двух добровольцев. Отлично, пойдемте. Ребята, здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, я Анастасия. Владислав. Как считаете, могут ли возникнуть вообще у молодых родителей сложности в обращении с собственным ребенком? Ну, естественно. Это же молодые родители, они еще не опытные. Или мактушка природы, инстинкты, они сами все подскажут? Нет, все все-таки сложно. Ясно. Насколько все сложно, мы сейчас попробуем разобраться. Буквально несколько заданий от руководителя школы «Успешное родительство». Ну, давайте мы такому уверенному молодому человеку поручим раздеть младенцев. Это будет первый этап испытаний. Кнопки расстегиваются, конечно, легко. Второй будет этап испытания. Я застегнусь их правильно. Мой муж всегда мне говорит, не оставляй мне одежду там, где больше трех кнопок. Ну, достаточно умело молодой человек делает и голову придерживает. Голову придерживает и ручек не отрывает. Но это все-таки кукла. Он не шевелит ни руками, ни ногами в этом... Рассказа. Да, да, да. В этом действии. Мне кажется, Владислав уже расслабился. Все легко и просто. Так, а давайте теперь вы передадите... У вас нету ребенка случайно? Вы так уверенно все делаете? Есть опыт. Братик, сестричка? Девушка с ребенком. Я так понимаю, задания должны усложняться. Конечно. Двигаемся дальше. Настя, меняем подгузник. Осталось, Насте, подсказать, где же подгузник. Или с этим проблем нет, Настя? Как считаешь, справишься с заданием? Справлюсь. Ну, на самом деле... Тут уже есть один подгузник. Не всегда так бывает. Иногда... Ну, я надеюсь, что я уже достаточно опытная для выполнения такого задания. Так это у вас есть ребенок, нет? Не, а то и девочки с ребенком. Хорошо. Так. Ну, давай, Светик. Салфетки влажные есть. Не надо салфетки влажные. Влажными салфетками педиатр не рекомендует пользоваться. Что же держать? Раньше голову или ноги задумалась? Нет. Настя вполне современная девушка. И у нее по интуиции, либо действительно уже все она правильно раскрыла. Остались какие-то нюансы. Да. Сейчас. Настя, так все же. Это опыт или просто интуиция? И то, и другое. Скажите, я сразу поправлю. Любой подгузник надо застегнуть симметрично, чтобы не перетягивалось. Надо обязательно расправить рюшики, чтобы ничего не вытекало, иначе подгузник не справится со своим главным предназначением. Надо проверить, чтобы палец свободно пропускался, чтобы ребенку не давило. А теперь все хорошо. Пока Павлик спокоен, я предлагаю под аплодисменты вас провести на свои места. Ну а мы продолжим. Да. А сейчас нас ждет виртуальная экскурсия по родильным домам Гомеля и порция невыдуманных историй, которые собрала моя коллега Марина Джалая. Внимание на экран. Кристина Кобякова из Жлобина на сохранение в роддом Гомельской областной клинической больницы попала на 33-й неделе беременности. Говорит, что готова лежать хоть до родов. Здесь будущая мама чувствует себя в надежных руках. Я всегда хотела сюда, независимо, там будут какие-то проблемы, не будут. Всегда знала, что я приеду сюда. Но немножко раньше это случилось. Ждем мы, конечно же, в положенный срок, поэтому будем лежать сколько потребуется. А вот каким образом рожать и с кем, еще хватит времени подумать. В роддоме могут провести партнерские роды. Чтобы боль ощущалась меньше, есть вот такие приспособления. Мы за свободное поведение пациенток в родах. То есть могут, грубо говоря, покататься на шарике. В том числе можем принимать в вертикальном положении. Роды сейчас это тоже очень модная тема. Осталось еще поработать над тем, чтобы принимать роды в воде. Но пока еще у нас нет, к сожалению, таких условий. Кстати, в планах разделить взрослую и детскую реанимацию. Таким образом, помощь женщинам и младенцам будет оказываться более эффективна. А это Гомельская городская больница номер 2. В первой палате, куда мы заглянули, мать убаюкивала своего новорожденного сына. Дома его ждет братик. Несмотря на возраст, а Валентине сейчас 41 год, останавливаться не собирается. Мечтает вернуться сюда еще и за дочкой. Как вы себя чувствуете здесь? Прекрасно мы себя чувствуем. У меня была операция кесарево сечения. Но все хорошо прошло. Врачи великолепны во всех отделениях, с которыми я столкнулась. И в патологии беременности, и в реанимации, и в послеродовом отделении. Кстати, самый маленький вес новорожденного, который появился на свет в этой больнице, менее 700 граммов. Последняя точка нашего маршрута – родильный дом Гомельской городской клинической больницы номер 3. И сразу нас познакомили с матерью-героиней Натальей Слюсаренко. Накануне она родила своего пятого ребенка. С мужем у нас было в планах трое детей, но Бог так распорядился, что дал нам еще двоих. О детях всю жизнь мечтала Елена Давыдова. Но мамой она стала только в день нашей съемки. Своего долгожданного первого ребенка женщина родила только в 44 года. Эмоции я их когда узнала смешанно, потому что уже не ждала абсолютно. Наверное, когда закрываю что-то в странице, случается, наверное, такое чудеса такие, на самом деле. Марина Джалая, Валерия Гопанько – главная тема. Истории, когда случаются настоящие чудеса, сегодня в центре внимания. Это главная тема. Мы продолжаем. Мне подсказывают, есть вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ваня. Многие пары сейчас делают аборты. Скажите, какие плюсы и минусы абортов? Кто возьмется буквально коротко? Аборта нет плюсов. Вообще никаких плюсов. Аборта – только минусы. Это убийство. Но есть же малообеспеченные семьи, у которых просто нет другого выхода. Ну, это иллюзия. То есть, если Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка, как говорят. Поэтому убийство вообще нет оправдания. А то, какой вред это наносит организму мамы – это отдельная история, которая, наверное, требует отдельного обсуждения, потому что он колоссальный. Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Некоторые родители отказываются от прививок. Чем это чревато? Ольга Николаевна. Ну, мы видим, чем это чревато, наверное, опытом соседей. На Украине сейчас корь. К сожалению, смертельные исходы. Пока наша страна держит планку защищенности от основных инфекций, мы можем спать более или менее спокойно. Но, если в вашем окружении есть несколько отказников, то вы уже представляете угрозу друг для друга. Наталья, у меня вопрос, наверное, прежде всего к Сергею. Вот сейчас, возможно, в Беларуси станет обязательным декретный отпуск для отцов. Интересно узнать мнение экспертов. Тот вариант отпуска, который сегодня на рассмотрении, это две недели, если я не ошибаюсь, отпуска, который обязан предоставить работодатель, но по желанию отца. Он на сегодняшний день лично для меня и для ребят в моем окружении не представляет большого интереса вообще. Почему? Потому что и так сегодня ребята могут в состоянии на работе взять этот отпуск. То есть, и тут вопрос весь решается за счет кого и чего будет оплачиваться. Поэтому вот именно в таком варианте отпуска, я думаю, что смысла нет. То есть, я как понимаю, вы за отпуск для пап, которые не вместо, а вместе с мамой, но за отпуск более продолжительный? Ну, можно продолжительный. Здесь вопрос весь, все-таки, почему не могут найти до конца консенсус? Вот сегодня я просто общался по этому поводу, что непонятно, кто будет финансировать этот отпуск. И в том виде, в котором он есть, он и так сегодня есть. Сейчас родители фотографируют роды эти в роддоме. Людмила, ну, наверняка спрашивают. Расскажите, пожалуйста, для чего? И спрашивают, и делают, и я наблюдала за этим, и снимали. Спрашивали у нас как-то, где можно поставить стойку видеокамеры. Есть ли Wi-Fi для того, чтобы выложить прямой персоцсет? Это мобильный интернет, ну, так же был бы достаточен. Если это нужно, если интересует мое мнение, если это нужно родителям, почему нет? Если это будет для их семейного архива, чтобы они потом вспомнили, посмотрели, пожалуйста. Это шоу не будет мешать персоналу? Мешать будет. Мешает это, конечно, нам очень сильно. Но если они хотят... Приходилось выводить папу оператора или родственников оператора? Нет, просто попросили их куда-то отойти в сторону, не мешать. Вопрос большой, для чего мужчина на партнерских родах присутствует? Помочь своей жене увидеть ребенка, либо все это каждый шаг, каждое действие запечатлеть. Причем зачастую бывает иногда не только, что происходит с женщиной, а то, что делают медработники. Тем временем к разговору готов подключиться еще один гость. Ждем в студии на Пушкина 8 психолога-специалиста по грудному вскармливанию Елену Данишевскую. Елена, здравствуйте. Подключайтесь к разговору о пользе грудного молока. Эксперты могут говорить часами, и все же буквально тезисно. Плюсы и минусы грудного вскармливания. Минусов грудного вскармливания я не знаю. Не скажу вам ни одного. Плюсы. Начну, наверное, с общих таких понятий. Первое, это то, что касается, я думаю, что 99% семей. Это очень сильная экономия семейного бюджета. Семья может не тратиться на смеси, иногда это дорогостоящие, на бутылочки, баночки, стерилизаторы, подобрать соску. Там, на самом деле, очень большой спектр. И даже не это главный аргумент, наверное, скажете вы. Ну, это такое для всех, для большинства людей. Самое главное, конечно, это здоровье как малыша, так и мамы. Не надо забывать, что для мамы это тоже очень важно и полезно. Вот, это плюс такой. И, наверное, если говорить о кормлении не новорожденного, а уже чуть дальше, туда, ближе к году, да даже не ближе к году, а где-то 4 месяца, 6 месяцев уже здесь можно об этом говорить. Это мама вводит ребенка в социальный мир, знакомит его с какими-то эмоциями, с какими-то можно, нельзя, с взаимодействием друг с другом и так далее. И, тем не менее, несмотря на эти достаточно веские аргументы, процентов 70, а то и 80 выбирают смеси. Как это объяснить? Так проще? Наверное, уже понятно с моих слов, что это не проще, да, потому что нужно простерилизовать баночку, закипятить, все приготовить, купить, вот, по часам это все давать, в том числе и ночью, вот, это физически не проще уже, потому что если мама кормит грудью, она может, например, ночью даже не вставая с кровати, просто взять младенца к себе, покормить и дальше там переложить куда-то или оставить рядом с собой уже там в зависимости от ситуации. Что замечаю, да, потому что мамы стремятся строить карьеру быстрее, ну, как бы, да, оставляя ребенка, потому что он, ну, как бы, очень удобно перевел, то есть ты уже не привязан, как бы, особо к ребенку, потому что кормить хочешь, не хочешь, там, нужно, там, да, через какие-то промежутки времени, и поэтому это такой заменяет быстрый такой способ, да? А я вот тут не соглашусь, я не соглашусь, я кормящая мама, которая работает и сохраняет грудное вскармливание, у меня мотивация. Для меня грудное вскармливание – это, прежде всего, природная норма. Мы ходим на двух ногах, мы не заменяем ноги костылями, какими современными они не были. Это естественный процесс, это природная норма. И есть, конечно, нюансы, есть тонкости, если их знаешь, все преодолимо, но карьере это точно не мешает. Нет, нет, я не к тому, что не мешает карьере, я к тому, что это как один из вариантов, чтобы не кормить, потому что, чтобы кормить, оставаясь, нужно прилагать, там, какие-то, да, свои, там, настраивать, как бы, свою семейную жизнь, да, свои отношения. Сергей, мне есть, что тебе сказать на это по одной простой причине, что когда ко мне приходят мамы, которые не кормят, которые могли перевести ребенка на смесь как в роддоме, так и в 6 месяцев, да, не докормив до года, у них перечень вот этих пунктиков, почему они перестали кормить ребенка, более 10 у каждой. Это, с точки зрения психологии, они просто сами себя убеждают, что у них хорошие мамы при этом остаются. Кстати говоря, буквально коротко про самоубеждение. Часто приходится слышать вам наверняка о том, что я пробовала, но не получилось. Несколько раз пробовала и тоже не получилось. То есть эксперты говорят о том, что вот то самое убеждение творит чудеса. Согласны? Да, тут я согласна. Потому что, я думаю, что со мной педиатры и врачи согласятся, мама, которая родила, женщина, которая родила, молоко у нее будет всегда. У каждой женщины придет молоко, которое родила, у каждой женщины оно будет. Вопрос только, если мама хочет кормить, она будет кормить. Если она не хочет кормить, она не будет кормить. Первые месяцы родительства, они ведь самые сложные, скажут родители. Ольга Николаевна, что чаще всего приходится слышать от молодых новоиспеченных пап и мам? Это жалобы на усталость. Это то, что захлестывает молодую семью. Они не могут спать. Не налажен быт. И отношения, резко меняются отношения. Или это семья из двух человек, или это семья из трех человек. К этому надо быть готовыми. Сергей, что советуешь в таких ситуациях? У нас на одну из групп пришел папа, у которого родился буквально ребенок за день до. То есть это был второй день. Он пришел, как раз упал, только такое тоже кресло тяжелое. Говорит, еще одна такая ночь, я упаду и больше не встану. Ну, как бы можно понять. На самом деле, такие моменты, им придают слишком большое значение, на мой взгляд. Потому что все ожидают бессонных ночей каких-то, да. Но на самом деле их-то не так много, особенно если есть грудное вскармливание, если все хорошо в семье, да. А чтобы осталось все хорошо в семье, да, как один из основных факторов, нужно просто к этому быть готовым этим заниматься. В том числе на папа-школах. Да, потому что это важный момент. Нужно понимать, что будет и понимать, к чему готовиться, чего ожидать и как-то реагировать на это. Безопасность и детство отдельная тема для отдельного разговора. И тем не менее, просто не могу не спросить. Знаю, что вот-вот в поликлинике, в которой работаете, должна открыться кабинет-квартира по безопасному детству. Проект при поддержке ЮНИСЕФ в Беларуси. Ольга Николаевна, расскажите, что будет, что ждать? Мы уже обучаем в этом кабинете медработников. Скоро туда пойдут родители. У нас очень много трав. И я считаю, очень важно научить родителей, что чашку нужно поставить ручкой к стенке, что чашку надо поставить с горячим чаем, кофе подальше. Но это же невозможно. Каждый день один-два ребенка оборачивают на себя в гомеле кипяток. Мы живем в 21 веке. У нас информационная сеть. Все знают, как это опасно. И все равно травмы продолжаются. Комната-квартира по безопасному детству. Другими словами, это самая настоящая квартира с мебелью. Ну, скажем так, это модель квартиры. Нам не нужен там диван. Мы просто скажем, что детей нельзя оставлять на диване, чтобы они не падали. Но есть плита, есть чайник, есть лестница, детская кроватка. Занимаясь с беременными, мы уже рассказываем, какая кровать должна быть безопасной. Как правильнее организовать быт, чтобы он не утомлял, чтобы мама не уставала. И ведь усталость мамы – это одна из причин травм. Как проще и правильно организовать купание. То же самое происходит на занятиях в папа-школе, где им тоже то же самое все повторяется. Еще хотелось бы спросить про взаимоотношения с родственниками. Понятно, что у старшего поколения и опыт есть, да и большое желание дать совет, поддержать и помочь, как большинству кажется. Как выстроить взаимоотношения с родственниками? Отказываться от помощи бабушек, если они есть рядом, я не вижу смысла. Так проще. Вот мы жили без бабушки, было бы классно, чтобы можно было взять и оставить там ребенка на какое-то время. Но с другой стороны, помощь не должна влиять на семью. И хорошо, например, когда та же бабушка приходит и помогает не с ребенком больше, а по хозяйству. Не знаю, приготовить поесть, убрать квартиру, а не говорить, что… Как у нас сейчас тоже на папа-школе был такой разговор, буквально на последний, что парнишек говорят, что, слушай, ты не переживай. То есть мы сами придем и с мамой, типа, ну, с женой будем все решать, а ты, как бы, да, занимайся там работой, отдыхай. То есть такая помощь, я думаю, что будет очень вредной. О тонкостях взаимоотношений в семье продолжим с гостей студии, семейным психологом Ольгой Грицынок. Встречайте. Ольга, так как же меняется семейное взаимоотношение с появлением ребенка? Кардинально? Кардинально, круто и классно меняются, и меняется жизнь. Как бы ни старались подготовиться молодые родители, это очень хорошо, что они готовятся, но чаще всего это очень неожиданные перемены, потому что нюансов, сложностей и радостей в каждой семье разнообразие такое большое, что ко всему не будешь готовым, но это всегда изменения замечательные. Вот у меня была подруга, которая готовилась задолго до рождения ребенка к этому процессу. Она уже начитавшись, наслушавшись, она знала, что будет тяжело, она будет не досыпать, она будет замотана вот в круговертии хлопот, возможно, ей потом, она устанет, в принципе, от материнства, и будет куча проблем. И она спешила до момента рождения ребенка нажиться, надышаться, на ощущать удовольствие, какие-то путешествия, фильмы и прочие-прочие радости. Получилось? Самое интересное, она даже успела уже попросила, предупредила, она знала, как важно, чтобы мама не была слишком уставшей, маму нужно выпускать куда-нибудь, чтобы она погуляла. Она договорилась, что свои любимые фильмы в кинотеатрах ее будут выпускать, посмотреть. Самое интересное, потом, через пару лет уже родительство, она мне рассказывала, что ей совсем не хотелось смотреть фильмы в кинотеатре, потому что ребенок приносит в жизнь семьи настолько сильные эмоции и впечатления, это настолько интересно, что фильмы уже не интересуют. Ну, это совсем не тот уровень переживаний. И жизнь настоящая, с настоящим ощущением сильных эмоций началась именно после рождения ребенка. Из статуса супруги в статус родителя, чем опасно это перемещение? Не сказать, что опасно, есть просто свои подводные камни, возможно, потому что это замечательно, когда действительно люди осознанно подходят к подготовке. Да, насколько возможно, лучше научиться на чужом опыте. И вот всевозможные, папа, мама школы, это очень хорошо. Что, может быть, не смогут получить молодые супруги или партнеры, чему научиться до этого в специальных школах? Хотя, может быть, и смогут. Это новые роли. До этого в жизни у человека было много ролей. Человек был учеником, студентом, ребенком, работником, другом, еще кем-то. Вот встретил любимого. Он был и любовником, и супругом. Здесь хорошо бы, чтобы действительно сложились отношения потом, не испортились, а улучшились, сложились. Им подумать о том, что очень понадобится освоить такую роль, как партнеры. Им нужно быть партнерами вот в этом замечательном, самым лучшем в их жизни проекте. Сегодня мы затронули в эти 40 минут достаточно интересный период из жизни практически каждой молодой семьи. Год из жизни молодой семьи. Я очень надеюсь, что советы, которые озвучали сегодня в студии, возьмут на вооружение молодые родители. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии, на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин